Сегодня важный день. Обновив студию, я понял, что мне просто необходим новый ПК. Встал с утра. Умылся. И вот я уже готов к поездке в Нижний Новгород. Почему именно туда? Сейчас я тебе всё объясню. Давайте знакомиться. Лёха, Антон, приветствую тебя, Лёх. Спасибо тебе большое, что приехал к нам в Нижний. Ты любуешься этим величием. Я правильно сказал? Я хочу всем твоим подписчикам подметить, что Лёха реально такой же классный пацан в жизни, как на видео. Я большой его фанат, мои коллеги, большие его фанаты. И, конечно, для такого большого и эмоционального человека цель была сделать очень пафосный, как уже Лёха сказал, эксклюзивный ПК. Система получилась максимально необычная. Потому что Лёхе... Вообще, изначально он написал нам с концепцией «Можно мне банально топовый ПК». Но банально топовый ПК... Топовый с алькантарой внутри, чтобы вот это... Да, да. Но на самом деле это уже не столь интересно, и это есть много у кого. Как бы это, к сожалению, не звучало, но реально сейчас вот этих всяких кубических систем базовых на i9 плюс 4090, их реально много. Но наша была цель сделать так, чтобы, вот знаешь, твой ПК стал буквально мемом. Потому что больше тебе не придется думать, что лучше, Intel или AMD. Потому что в твоем компьютере есть и то, и то. Вы представляете, Лёха единственный человек в мире, кто больше не будет спорить ни с кем, что лучше. Сумасшедшие, понимаешь? Я им говорю, я говорю, пацаны, я говорю, на Intel ли ставим или на AMD? Одни говорят, говорят, давай AMD бери, говори, втори Intel. Я говорю, знаешь что, я говорю, а давайте поставим. И то, и то. Потому что Intel будет игровым, да, по-моему, а AMD будет принимать потоковые вещания прямо со вот это стрим, понимаешь? Именно так. Да, да. И суть в том, что у нас в одном компьютере, в одном... Ну, это сложно должно быть, ПК это скорее целый шкаф. Это целый шкаф. Когда вы увидите сейчас этот ПК вживую, ну, точнее, вживую, на видео имеется в виду, его габариты вас очень удивят, и вес также удивит, потому что система безумная. Но благо у тебя есть приличный автомобиль, чтобы этот ПК увезти. О, да. Поэтому здесь вот как раз-таки твой пикап и пригодится для этой системы. Да, ну и, соответственно, ребят, система два в одном. Прямо вот по-настоящему две независимые топ-системы в одном кейсе. Вы, скорее всего, подобное, если где-то и видели, то точно не в таком исполнении. Потому что цель еще была какая, Лёх? Тебе хотелось полностью белый ПК. Я хотел, я люблю белый цвет, чтобы все белый, белоснежные, вот как зубы, понимаешь? Причем я хочу отметить, когда... И провода, и, знаешь, вот эти вот шлейфики беленькие. И вот, чтобы даже если вентилятор заглянуть, то там белый цвет, вот так вот краска. Белые подшипники, да. Да, белые подшипники. Я даже больше скажу. Лёха изначально прислал ряд компонентов, что им было интересно. Мы ему тут же сказали, Лёх, ты не шаришь, не лезь, как говорится. И сделали куда интереснее. По-настоящему белый ПК на 110%. Ищут, мы заморочились. Реально заморочились. Это был, знаете, такой проект, вот мы с ребятами были на очень плотной связи, целых две недели, наверное. Да, около двух недель. И постоянно мы что-то обсуждали. Говорят, блин, Лёх, тачка прикольная, кстати. Интересная Бэха. Да. Бэха-семерка. Слушай, я бы на такой катался бы. Моя, да, кстати, да. Ну так вот, и, вы знаете, это всё вот обсуждалось, и почему-то мне это было не в тягость. Потому что одни заморочились, мы заморочились. Я говорю, это вообще работать-то будет. Короче, я предлагаю перейти уже в базу, понимаешь, в базище этого. Давай уже покажем систему, чтобы все оценили. А у вас есть какое-нибудь название в вашей перлоге? Название нашей компании FostXPC. Да это понятно, что уже они все знают, они гуглить пошли. Как, вот вы называете вот это место, у вас красиво. Слушай, мы называем это дом. Потому что, на самом деле, работа, это большая часть твоей жизни. Это то место, где ты находишься буквально 24 на 7. Кто-то сказал, семья. Да. В общем, оксиданели выдвигаться. Ребят, сейчас увидите пушку. И обязательно досмотрите этот ролик до конца. Вы не пожалеете, это не кликбайт. Вам реально будет в кайф. Как в старые добрые. Итак, поехали. Итак, Лёх, какие у тебя ожидания? Я честно говорю, знаешь, вот хочу, чтобы я зашел, и вот оно просто вот так вот, знаешь, вот прям вот так вот разлетелось. Вот так вот. Я тебе больше скажу, будет намного лучше. Поэтому давай зайдем. Пойдем уже. Да не томи, не томи меня. Да не томи, не томи. Ой, 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 ой. 22, да? 22 винта. Пожилых винта. И размерчик, как говорится, да? Солидный. Не, ну это... Слушай, ну, во-первых, он больше, он гораздо, блин, больше смотрится на... В реале он просто огромный. По поводу габаритов. Есть упаковка от этого кейса, стоит вот там в углу. То есть, это не упаковка, это полноценный дом. Это дом. На самом деле, для небольшого человека. Да, у нас был видос, где в этой упаковке спокойно жил один из сотрудников. Потерял недвижимость. Ну, когда переедешь, да, вон, он там будет. Поэтому ПК не только два в одном, это три в одном. Еще это и мини-хата. Слушай, ну, он... Он вообще... Он, короче, он в реале, я не знаю. Я никогда вот на вот эти вот всякие вот эти вот... Все вот это переливает. Небольшая заготовочка. Для того, чтобы вы понимали габариты этого ПК, у нас есть маленький вариант ПК. Перед вами самый маленький и самый большой ПК в мире, что сейчас возможно сделать. Это тоже довольно мощная система, конечно, несопоставима с этой. Но так вы можете наглядно увидеть, насколько он большой. Вот так же можно наглядно увидеть... Кстати, мне так часто тоже говорят. Если ты вот сюда подойдешь, посмотри, тебя буквально не будет видно в кадре. То есть, это еще и мини-стена буквально. То есть, смотри, все, тебя нет за этим компом. Слушай, блин, он... Блин, я не знаю, он офигенный. Он офигенный, понимаешь, тем, что... Он просто офигенный. Я не могу тебе объяснить. А в технической... Давай чуть-чуть по поводу технической части поговорим. Я его вообще не слышу, прикинь. И ты поймешь, насколько он не только офигенный внешне, но и в техническом плане. А как понять... Подожди, вот, допустим, смотри. Вот это все здесь... А, здесь две кнопочек разных. То есть, мы запускаем один и второй комп. Смотри, это две абсолютно независимые системы. Как это реализовано? У нас есть вот такая гигантская стеклянная стеночка. Пощупай такое стекло. Это буквально как... Ну, я не знаю, в квартиру можно поставить. В квартиру, да, все. Трехкамерную. Заглядываешь внутрь, соответственно, у тебя топовый ПК, самый топ из всех топов. i9-14900K, 4090, 64 гигабайта памяти, быстрейший SSD. Водяночка, посмотри. Тут Алексей, покажи. Вашего Алексея. И тут и там. И там Алексей. Как будто, да, Алексеев уже очень много в кадре даже становится. Три Алексея в одном кадре. Много Алексеев не бывает. И, соответственно, кабелечки с подсветочкой. Все это максимально пафосно. Слушай, расскажи, как вот это все запускается. Потому что вот здесь я вот видел, сверху ты снял, нет, снимаешь крупняками. Сверху, вот смотри, сколько кнопок. Это как бы пополам поделенный комп. Именно так. Смотри, у нас есть кнопочка S1. Эта кнопка привязана к основной твоей системе. Это ПК для гейминга. i9-4090, все как надо. У тебя есть здесь свои кнопочки для подсветки. Плюс вся подсветка через приложение регулируется. Свои USB-шечки, Type-C, джеки. И рядом идет еще одна часть с кнопкой S2. Так. Этой кнопкой ты включаешь уже свой дополнительный ПК для стриминга. Уже на топовой ряженьке от AMD. И здесь у тебя также выведено несколько USB. И самое интересное, это задняя часть этого ПК. Вот для многих, когда мы заанонсили два ПК в одном кейсе, люди не понимали, как это может быть реализовано. Это реально два независимых ПК. Если мы с тобой попытаемся его чуть-чуть сдвинуть, мы поймем, во-первых, что он очень тяжелый. Он очень тяжелый. Сколько он килограмм весит? 60. То есть, ну, как полноценный мини-человечек такой. Вот смотри, самый интересный момент здесь. Это по-настоящему две системы. У нас два блока питания, два кабеля, две материнские платы. И, соответственно, можно установить две полноценные видюхи абсолютно любые. То есть, это все работает раздельно? Абсолютно. То есть, ты подключаешь сюда дисплей, сюда клаву-мышку, сюда дисплей, сюда клаву-мышку. У тебя две независимые системы. У тебя ничего нигде не пересекает. Ничего вообще не пересекает. У тебя, даже если, предположим, у тебя зависит один ПК, у тебя все остается работать над органом. То есть, это никак не связано. И это реально... Ну, вот представьте себе, как бы это тупо не звучало, в один кейс поместили два маленьких кейса. Два в одном. Да, два в одном. Ну, и, конечно, здесь большой акцент был сделан на эстетику. То есть, в плане эстетики, это одно из лучших исполнений вообще, что ты можешь найти в интернете в этом кейсе. Потому что даже на официальном сайте компании LeonList с этим кейсом фоточки куда хуже, чем твой тупо. А, то есть, секунду, вот сейчас мы покажем, как у них там, вот у этих, да, да. И показываем, как у нас. Ребят, скоро будет обзор моей студии. И вы увидите, почему вот так досконально я просил все здесь проработать. Они реально запарились. Просто он очень скромный, об этом не говорится. Все вот эти детали, все вот эти мелочи просто решил сделать. Кто взрослый, тот поймет под себя. Просто вот, чтобы вот какое-то эстетическое удовольствие было. Блин, они это сделали. Это реально круто. Это очень классно, здорово смотрится. Я ничего не хочу здесь менять. Исходя из того, самое главное, что этот комп то же самое. Мне в одной фирме, да, сказали, что это 1,6 миллиона стоит подобное. Здесь этот комп нам обошелся. Около 800 тысяч тебе стоим. 800, да, там что-то вот как-то вот так. То есть, вот такую огромную, я не могу сказать стримерскую машину. Это два в одном. Это два компьютера. Я приобрел и запас хода его на будущее. Ну, это, наверное, абсолютно гигантский. Это сколько, 4 года, наверное. Минимум. Минимум 4, я бы даже сказал 5 лет. С учетом технологии той же самой DLSS 3. Сейчас выходит 3.5 DLSS. 8К гейминг становится абсолютно реальным с этим ПК. И, опять-таки, стриминг в 4К без каких-либо сложностей. Этот ПК позволит заниматься всем. Самое главное. Вот то, что вот всегда хотелось. Скажи мне, пожалуйста, что-то новое выходит? Видеокарта. Какие, мать, я не знаю, просто. Этот комп, он позволит это допиливать, менять. То есть, мы можем с ним работать дальше. Смотри, у нас, во-первых, система трейд-ин. Как только захотел что-то поменять, мы у тебя железо какую-то возьмем и, соответственно, сложим ее без каких-либо сложностей поменять. Секунду, они просто сидят, они под пивом многие. Система трейд-ин. Ты знаешь, что это такое? Когда машину твою сдавал битву, да? Карта, надоело, хочешь новую поменять. Помощнее. Да, да. Взял просто, бум, все, бабосики появились. Чуть-чуть доплатил, получил больше мощности. Все, сдал, получил больше мощности. Никуда не ездишь, ничего не думаешь. Вот это очень круто. Я, кстати, хочу сделать тоже небольшое объявление, ребята, и заявление. Вот это вот, крупняком возьми, как ты любишь. Фирма, понимаете, не фирма, а это теперь наши друзья и товарищи. Почему? Потому что это наши теперь технические партнеры. Так что, парни, вы собрали просто пушку-гонку, реально. Отлично. Я очень доволен. Мне очень приятно, что ты оценил, и я надеюсь, что и твои подписчики оценят. Еще один важный момент, это то, что это полностью белоснежный ПК. Попытайся найти хоть один компонент в темном исполнении. Вы запарились, да-да-да, на эту тему. В плане подбора компонентов, в плане того, что даже шлейф для ведюхи в белом исполнении, материнская плата с белым текстолитом, абсолютно все белое. То есть, этот ПК может удивить кого угодно. Любителей эстетики белых цветов, любителей больших ПК, любителей необычного железа, потому что у кого еще есть два ПК в одном, я лично таких людей больше не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Комменты, ребята. Да, может быть, есть еще у кого-то, но конкретно вот в таком пафсном исполнении точно нет. Это эксклюзив, и я уверен, что ты будешь максимально доволен. Блин, если честно, я, короче, встал и залип. Хотел, как Леха, это А4, вот такой, знаешь, на этом и встал, короче, и воткнул в этот ПК. Блин, он очень крутой. Я, правда, я очень доволен, и насколько это все сделано, я его не слышу. Я, честно говоря, не знаю, почему у меня какой-то был стереотип, то, что огромное количество винтов, я буду это слышать. Я вообще его не слышу. Это премиум сегмент. Это премиум винты. Я сейчас подумаю его поставить реально на стол. И я хочу отметить, вот, да, по поводу там себестоимости и так далее компа. Допустим, здесь не сэкономлено на системе охлаждения от слова совсем. Вот все эти 20 с лишним винтом обошлись в 75 тысяч. Но это того стоит. Ты получаешь полную тишину, ты получаешь максимально низкие показатели по нагреву. Мы 4 дня тестили этот ПК. В пике вот эта видюха, а это, я хочу сказать, самый топ из всех топов, греется в 60-65. То есть это очень достойный показатель. Здесь самый мощный и заодно самый горячий i9. Я обалдел. Как они вот здесь вот совместили все без этих? Без камер. Без камер. Потому что ты мне показывал, да, на видос. Ребята на самом деле снимают все. То есть даже я, несмотря на то, что я блогер, да, там медийное какое-то лицо, в любом случае мне все досконально, Леха, пришла видеокарта, Леха, мы вот привезли вот это, вот это, вот это, у нас вот такая максимальная коммуникация. Потому что блогер, наверное, да? Нет. Абсолютно с каждым клиентом. Вот сейчас при тебе прямо записываем точно так же отчеты. То есть все, кто заказывает у нас ПК, он получает полный детальный отчет о всех этапах изготовления системы. И, конечно же, по итогу пафосные фоточки со своим ПК. Мы умеем фоткать классно компы, лучше, чем сфоткает это клиент, потому что есть некий опыт. И на память и фоточки, и видео, и отчеты, и тесты. Собственно говоря. Блин, слушай, я не знаю, правда. Можно долго что-то говорить, что-то рассказывать. Если честно, я безумно хочу, чтобы вот этот красавец, он уже попал в новую студию. Я хочу его потестить на стримах. Ребята, на самом деле, до выхода ролика вообще ничего не знают, куда я поехал. И многие гадали. Потому что, если честно, вообще как бы для хайпа, для медийности надо было все это сказать. Но я очень переживал за то, как будет работать этот комп. Потому что я никогда, у меня не было два ПК. То есть как работать на две системы, допустим, там запускаешь ОБС, запускаешь еще что-то. Ребята все просто вот так вот объяснили. Сказали, Лех, не переживай. Всегда на связи, да, я так понимаю, со своими клиентами. Это очень круто. То есть когда вы работаете в долгую, это очень круто, это очень достоинно. Именно поэтому люди снова приходят. То есть у нас очень много сейчас клиентов, кто заказал ПК год назад, через год решил обновиться, снова пришел и так далее. Я хочу отметить еще один важный момент. Это задняя часть этого кейса. Давай его посмотрим. Итак, задняя часть ПК. Понятное дело, что выполнен идеальный кабель менеджмент. То есть у нас все стягивается в единую косу. Потом это уходит в нижнюю часть, где, напомню, два блока питания, две системы, соответственно, вдвое больше кабелей. Но я хотел тебе дать возможность снять пленочку с этого ПК, потому что это должен делать владелец этой системы. Это, ну, настоящий кайф, я считаю, что может быть приятным. Посмотри, как она снимает. Смотри, смотри, смотри. Смотри, сейчас я вот так вот для удобства даже сделаю. О, боже. Смотри, 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 пошли. А вот теперь можно показывать и рассказывать про все. Погнали. Итак, здесь у нас также сзади закаленное стекло. То есть ты всегда можешь оценить, как у тебя выполнена задняя часть. Понять, что ты заказал пока в нужном месте, потому что все выполнено очень презентабельно. Соответственно, также мы заглядываем внутрь. Здесь в чем фишка? Здесь применяется много хабов от компании Ли Анли. То есть, допустим, даже чтобы подключить всю эту подсветку, на это ушло очень много возней. Здесь 5 хабов Ли Анли плюс дополнительный хаб, чтобы все это объединить и создать единую экосистему из подсветки. То есть это ПК для... Да, здесь большое количество подсветки, но ты всегда в один клик надоело, поменял режим, выключил, включил и так далее. Веду марафон, 12 часов, я устал, не хочу ничего видеть. Подолел подсвет, один кликнул, все. Все, у них какой-то софт. Да, у тебя уже все установлено, весь необходимый софт для того, чтобы пользоваться. Все это есть. Очень классная софтина от Ли Анли. Любые цвета, любые режимы. Вообще, как можно сделать новогодней елкой, можно все это выключить, максимально удобно. Блин, это очень круто. Я ничего вот в этом не разбираюсь, но выглядит очень круто. Главное, что это все работает и ничего нигде не торчит. Все. Я скажу по-простому. Лех, ну, давай все-таки попытаемся понять, а дополнительный ПК-то у тебя где? Может, это все какой-то кликбейт и фейк? Может быть, здесь один ПК все-таки внутри? Подожди, ну, там он, там нет ничего. Где еще один ПК-то в компьютере? Погоди, а куда вы ее? Не, серьезно. Слушай, на самом деле здесь в качестве дополнительной системы используется необычная плата. То есть у нас есть полноценная ATX-плата здесь, а для Рязани используется мини-ATX-материнская плата. Поэтому ты ее буквально не замечаешь. Вот она прямо перед тобой. Смотри, здесь у тебя находится мини-ATX-плата, здесь у тебя 32 гб. памяти. У тебя топовая SSD от Samsung. Вот здесь находится водоблок для охлаждения Рязани. Выходят шланги с жидкостью. И вот это, две секции плюс четыре винта отвечают за охлаждение. И сзади, вот здесь, посмотри назад, вот сюда ты будешь подключать все для дополнительного ПК. Я в подсветку опять завтыкал. То есть на самом деле он прямо перед тобой. Вот, это дополнительный ПК. Как всегда. Он находится в нижней части кейса. Это вся материнская плата. Это именно плата для, ну так называемых, небольших ПК. То есть у нас принцип в том, что у нас большой ПК и есть дополнительный ПК поменьше. Сейчас, кстати, многие спросят, почему, если вы говорите то, что сделали топ, почему нет второй видеокарты. Ребят, она здесь на самом деле и не нужна. Потому что вся нагрузка будет идти именно на, получается, второй ком на проц. Да, да. У тебя будет подключена плата видеозахвата. То есть какой принцип стриминга с двух ПК? Ты включаешь на основном компьютере все, что захочешь. Получаешь там 4К 120 фпс. У тебя плата видеозахвата подключается к дополнительному ПК и ты без потери качества, без потери фпс можешь стримить что угодно и получить максимум фпс. То есть у тебя это... Хотят коллеги по цеху собрать что-то более-менее бюджетное, неважно. Еще раз, для меня, как это все работает. Вот я подошел к компу, я нажал кнопочку, я сначала запускаю какой комп? Любой, какой комп. Любой. На твое усмотрение. То есть мне просто сейчас нужно приехать домой, поставить дополнительный монитор для него и просто мышку. Именно так. Я запустил, дальше получается все дальше, как вы показывали. То есть ОБС и все остальное. Да, все именно так. Ну тогда у меня я не знаю, какие могут еще вопросы. Тут все предельно понятно и даже мне понятно все и ясно. Первая. Я опять втыкал, блин, она крутая. Она знаешь, я куда втыкаю, я тебе сейчас покажу, смотри. Она здесь, ты видишь, переливает. Это эффект бесконечности. Это винты от компании Леон Ли, самая последняя модель. Слюна капает. Стою, говорю, да. Че кто-то рассказывает. Стрима не будет. Стрима не будет, просто сел на стриме. Но заметь, есть еще один такой же эффект, допустим, вот здесь. Посмотри, вот сюда подойдите. Вот на этих винтах точно такой же эффект бесконечности. Видишь в серединке, под углом, посмотрите. То есть и здесь, и здесь. Блин, круто. И на самом деле таких мелочей через время ты поймешь, как много здесь всяких интересных моментов. То есть через время, когда ты более детально, уже осознанно посмотришь, отпустишь эмоции, ты начнешь смотреть, допустим, видюха стоит. Не как обычно, как у всех. Она у тебя буквально лежит. И у тебя есть возможность всегда ее поставить под нужным тебе углом. Надоело, что она у тебя чуть прилегла. Посмотри, пожалуйста, у тебя есть направляющая, и ты можешь выставить ее под любым углом, что тебе будет по душе. То есть, опять-таки, даже вот такие некие мелочи, это показатель того, что это реально дорогой премиальный ПК. Ты знаешь, насчет мелочей я здесь поспорю. Почему? Потому что, когда было мне, наверное, может быть, 30 лет, я как-то вот это вот всегда, а, напихали подсветки и все остальное. Когда видно то, что сделали от души, и вот реально, вот знаешь, вот все вот настолько вот четко вот смотрится, ни один кабелек нигде не торчит. Знаешь, вот эта вот эстетика, как в любой другой работе, вот эстетика вот поклейки, допустим, пленки на автомобиль, еще что-то. Вот эта эстетика, наверное, уже в возрасте, она вот, допустим, для меня играет очень большое значение. Потому что вот, знаешь, вот это вот как вот, вот заходишь в квартиру, допустим, да, вот тебе сделали ремонт и вот где-то что-то вот недоделали. Ты его видишь, что интересно. И ты его видишь, вот, и ты его всегда на него смотришь, и такой думаешь, вот там вот у меня есть, его никто не видит, никто никогда не увидит. Но ты понимаешь, что вот там вот что-то недоделали. Здесь я не исключаю, может быть, что-то когда-то я увижу, но честно говорю, мои первые впечатления, оно просто потрясающее. Я не умею наигрывать эмоции, я вам просто говорю то, что это реально очень крутая вещь. Просто круто и качественно сделано. Спасибо огромное за это. Ну, а нас сейчас ждет что-то особенное. То, что я обещал ребятам показать в конце ролика и небольшую такую отсылочку в 2018-2019 год. Вам очень понравится, ребята, оставайтесь с нами. Ну, а мы переходим к самому интересному. Ну что же, друзья, ролик еще не подходит к концу. Мы сейчас переходим к самому жирному, самому интересному. Мы с вами знаем то, что, точнее, я знаю. Мы каждый месяц, даже чаще на новом уже сейчас, дарим нашим подписчикам компы, плюс кучу всяческих дополнительных призов. Но ставки повышаются все выше и выше. Мне здесь ВКонтакте, вот этом вашем, значит, в ленте попался автомобиль, да? Вот. И, короче, у нас здесь мини-сходка. Короче, вот давайте просто повернем камеру и посмотрим, что вот это вот так вот. Слушай, расскажи про тачку, как вам вообще пришла идея разыгрывать машины. В принципе, это не ново, но она офигенная, блин. Она в реале еще круче смотрится. Все максимально легко. Мы любим компы и любим BMW. Компы мы дарим. BMW еще не дарили. Будем дарить бэху. Это трешка E90, рестайлинг в обалденном виниле за космические деньги, диски G-серия, резина с мемами, весь пацанский тюнинг в виде лезвия и так далее. Все есть. 70 тысяч пробега по технической части. Победитель сможет ездить на ней, кайфовать еще очень долго. И в целом, я считаю, что за репост это... Насколько знаю, вы даже сменили в ней движок. Мы полностью обслужили. И, как говорится, большое ТО для BMW это какое? Масло, коробка, двигатель. Все. И готово. И немножко ходовая. Можно гонять. Вот. Поэтому тачка максимально обслужена. За нее не стыдно. Владелец точно будет доволен. Что надо сделать? Можешь сказать, нет? Все максимально легко. Прямо на машине написано. Надо всего лишь делать репост. Ага. Всего лишь делать репост записи в нашем паблике ВКонтакте и все. А когда подведение итогов-то там? 25 мая в прямом эфире. И все ребята, кто из Нижнего, могут прийти и вживую также посмотреть на итоги. То есть оценить все это, убедиться, что все это честно, порядочно и так далее. Ну и, соответственно, прийти на стрим. Ага. Поэтому тоже сделай репост обязательно. Да, да, да. Я надеюсь, что твои подписчики тоже все сделают репост. Пойди-ка сюда. Все, ты стал участником. Все максимально легко. Вот. Ну, слушай, здесь уже какие-то 40 призов написано. Да. Не считая Бэхи, будет еще 40 дополнительных призов среди тех, кто сделал репост этой записи. Еще будет около 50 призов среди зрителей стрима. И еще дополнительные призы среди тех, кто придут к нам в офис смотреть это вживую. Да им скажи, когда им прийти, вот всем ребятам? Всем ребятам прийти 25 мая. Ага. Соответственно, прийти к нам в офис. Смож, прилететь к этому времени, а? Собственно, 11. Приходите к нам в офис, вживую смотрите на итоги с тачкой и участвуйте еще в дополнительной активности среди подписчиков. Да, и смотрите, как машина уезжает в город Зеленоград. Победителю, да. Случайно совершенно. Но у нас есть призы и для этих подписчиков тоже. Да, короче, мы приготовили, причем здесь вообще 18-19 год. Мы здесь, короче, приготовили небольшой движ среди подписчиков. Когда-то, в свое время, когда был такой добрый, да, так скажем, стрим, мы собирали деньги на помощь, там, человеку, да, будем говорить. Мы сделали одну очень прикольную движуху. Я долго думал, как ее сделать. То есть, среди тех, кто пришел, явился, сделать небольшой розыгрыш призов. Как разыграть, никого обижать не хочется. Долгий розыгрыш делать тоже не хочется впадлу. Короче, на камень, ножницы, бумагу. Сейчас ребята разбиваются по пять. Те, кто побеждают, те забирают призы. Короче, кто победил, просто заберет всякие девайсы, там, от Рейзера и всякие приколюхи. Ну, типа, да. Погнали, все. Давайте, бейтесь просто и поехали. Погнали, все. Погнали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте топайте сюда. Так, все, кто победил здесь. Значит, что мы делаем? Идите сюда, прям вот чуть-чуть отойдем. Здесь финал, да-да-да. Вот, вот так вот финал. Так, а сколько вас? Блин, много, да, Дайрон, для одной? Четыре двойки. Четыре двойки, погнали. Смотрите, раз двойка, два двойка, три двойка, четыре двойка между собой. И одна тройка. Все, погнали, ребят. Опять, ну как ты умудрился? Да сейчас нормально. Так, кто победил сюда? Нифига вы, блин, зарешали. А, я тебе говорил, зарешает футболка. Кто у вас? Давай. Все, у вас осталось пятеро. Короче, смотри, сейчас мы как делаем. У нас что самое дорогое получается? Наушники, наверное. Уши. Дальше что, наверное, плава? Мышки и коврик. Мышки и коврик. Коврик, я не знаю, он какой? Он тебе примерно как мышка, наверное? Он большой, с подсветочкой, очень приятный. Короче, я понял. Люди кайфуют от них, когда получают вместе с ковриком. Никто же не против? Я думаю, так правильно да будет. А вы что стоите? Давайте между собой погнали. И просто каждый выберет, что надо. Давайте проще так. Почетвером. Ну? Давайте. Кто побеждает первый, первый выбирает. Ну, по очереди просто будете выбирать, что нужно. Еще, дальше. Так, стой, стой, стой. Так. Второй. Так, мы между собой. Второй. Первый выбирай. Нет, первый. Я введет четвертый. А, четвертый. Выбирай, что хочешь. Один. Мышку? Пожалуйста. Дальше. Бэху выбираем. Бэху тоже можно. Очень порядочно. Третий. Что нужно? Клаву. И, соответственно, еще одна мышка. Ребятки. Если честно, сорян, я бы знал, блин, вообще не планировали эту встречу. Я планировал второй раз сюда приехать и сделать нормальную встречу в нормальную погоду. Вот. Сорян, что подарков мало, в следующий раз при таракане. Нормально. Ну, что же, наш видеоролик, я тебе обещал, я и ходил, между прочим, подходит к концу. Я не ожидал, я не ожидал, что будет настолько все круто, классно. Знаете, вот эта вот атмосфера года так, наверное, 19-го, когда вообще все это начиналось, да, все это заваривалось. И вот этот самый вайп. Спасибо вам, ребята, все, кто пришли. Все, кто не смогли прийти, не переживайте. Вы знаете, я думаю, что я сюда приеду на розыгрыш. Я постараюсь приехать. И вот эту вот красавицу мы разыграем. Вместе, конечно же, с компанией Foster's BC. Я думаю, что мы еще и возьмем и поснимаем что-нибудь. Потому что город просто потрясающий, в него начали загружать бабки. И даже исходя из ваших же отзывов, погулять, отдохнуть, просто чуть-чуть будет потеплее как-то. Так что 25 мая я постараюсь. Ну, если палец вверх, конечно, все поставить, приедут. Удачи вам всем, ребята. Берегите себя. С вами, как всегда, был Леха. Hardplay. И я поехал устанавливать новый коп. С вами, как всегда, был Леха.